А теперь об инициативе Русской Православной Церкви, которую активно обсуждают в соцсетях. РПЦ, по примеру, Германии просит вывести медицинские аборты из системы ОМС. Священнослужители призывают пересмотреть закон, который регулирует это право. С такой инициативой уже неоднократно выступал патриарх Кирилл. Церковь, следуя заповеди Божией «Не убей», всегда видела в умершлении неродившегося ребенка тяжкий грех. Часто за таким действием стоят давление врачей и родственников, материальные и жилищные трудности. И вот на 10-м общецерковном съезде по социальному служению патриарх Московский в Сеерусе Кирилл утвердил такой документ. В первую очередь, по мнению духовенства, необходимо исключить возможность бесплатной процедуры женщинам, чьи доходы выше прожиточного минимума в среднем по стране составляют примерно 11 тысяч рублей. В теме разбиралась Алина Сорокина. В России искусственное прерывание беременности закреплено вот в этом федеральном законе. Процедура медицинского аборта входит в систему обязательного медицинского страхования, то есть является бесплатной. Это написано в статье 56. И, кстати, в первом пункте сказано, каждая женщина самостоятельно решает вопрос о материнстве. Это буква закона, но есть и Божий суд. Для некоторых верующих он намного страшнее, чем земной. Маргарита Дарганова, мать шестерых детей, рассказывает, что семья у них дружная. И такую радость она бы не променяла ни на что. Абор считает убийством, поэтому поддерживает позицию РПЦ. По мнению Маргариты, нет таких обстоятельств, чтобы отказаться от ребенка. А финансы, они как ветер в мае, переменчивы. Я не знаю ни одной, которая бы действительно не могла выкормить своего ребенка. Даже женщины, которые оказались совсем в такой трудной житейской ситуации. И потом вот эта вот тяжелая жизненная ситуация, она ведь, ты не знаешь, что будет с тобой завтра. То есть завтра все может поменяться. И с нами такое было. Прошло время, я сейчас даже не помню, как было тогда тяжело. Конечно, аборт – это не та процедура, на которую хочется идти. Чаще всего это тяжелый выбор женщины, ее борьба с материнским инстинктом. Законодательство разрешает прерывание беременности на сроках до 12 недель. Его можно сделать по собственному желанию. До 22. По социальным показателям, по медицинским, на любом сроке. Кстати, кроме отмены бесплатной операции, священнослужители предлагают закрепить обязательное консультирование женщин психологам или социальным работникам. Идея также подразумевает обязательную УЗИ-визуализацию и прослушивание сердцебиения плода. К слову, такие меры уже применяются. Это не новшество. Действуют по такому принципу и в частных клиниках. В Российской Федерации на прерывание беременности имеют право все те медицинские организации, которые имеют лицензию на данный вид помощи. В том случае, если медицинская организация, частная или государственная, выполняет все лицензионные требования, в том числе организует доабортное консультирование в кабинете медико-социальной помощи, эта частная медицинская организация имеет право проводить данную медицинскую процедуру. В принципе, заплатив деньги, женщина может обратиться и в такие организации, но есть ситуации намного хуже. ВОЗ отмечает, что отсутствие возможности сделать легальный аборт толкает их в руки недобросовестных врачей, что делает процедуру в разы опасней и может привести к смерти или бесплодию. Сохранить ребенка, по мнению РПЦ, помогут новые меры господдержки. Это выплаты и пособия. С такой политикой согласна и журналист Ирина Борс. Мать троих детей. Она многие годы состоит в движении ProLife, то есть за жизнь. Активисты выступают против абортов. Надо сделать следующее. Надо помогать женщинам. Если женщина будет уверена, что во время беременности ей помогут достойно поднять ребенка, государство сможет обеспечить, она будет рожать, естественно. Аборты сократятся прямо до медицинских показателей. Женщине нужно отместиться как к хрустальному сосуду. Все-таки она дающая жизнь. Все-таки дети цветы жизни. Они должны расти в любви. Если ребенок нежелательный, то на его пути в будущем могут встать множество психологических трудностей. Ребенок, который находится в утробе матери на протяжении 9 месяцев, и он испытывает ненависть, негатив, это уже сказывается. Именно в этот период закладывается связь с внешним миром. И если ребенок уже внутриутробно чувствует, что он не нужен, он нелюбим, то придя в этот мир, он становится более агрессивен. Конечно, проблему абортов отрицать нельзя. По словам врачей, единственный гуманный и эффективный способ сократить число операций – просвещение, сексуальное образование, консультации с гинекологами и, конечно, доступная консерцепция. Алина Сорокина, Артур Завада, Юрий Дешин, Евгений Береснев, Кубань, 24, Краснодар.